Ганс Христиан Андерсон, старый дом. В конце одной из улиц стоял старый пристарый дом, построенный лет 300 назад. Это можно было прочесть над входом, где цифры были врезаны в рамку из тюльпанов и роз. Там же вырезано было целое стихотворение старинными буквами и с соблюдением старинного правописания. На оконных карнизах гримасничали разные забавные рожи. Верхний этаж далеко выступал над нижним, а под самой крышей проходила водосточная труба с драконьей головой на конце. Дождевая вода должна была выливаться из пасти дракона, но текла из брюха. Труба-то была дырявая. Все прочие дома в ряду были такие новенькие, аккуратные, с большими окнами и ровными стенами. Сразу видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и думали про себя. Долго ли этот старый дом будет торчать тут на посмешище всей улицы? Из-за его выступа нам не видно, что делается там, в конце улицы. А крыльцо-то широкое, будто во дворце, высокое, словно на колокольне. Железные перила, как у входа в древнюю гробницу, да еще эти медные шишки на дверях. Безвкусица. На противоположной стороне улицы были тоже новые аккуратные дома, и они рассуждали так же, как и другие. Но в одном из них сидел у окошка круглощекий, румяный и ясноглазый мальчик. Ему старый дом и при солнце и при луне нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену с потрескавшейся, местами облупившейся штукатуркой, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого. Целую улицу с такими домами, с крыльцами, выступами, со строконечными кровлями. Представлял себе солдат с алибардами, водосточные трубы в виде драконов и змеев. Да, на этот дом можно было засмотреться. А жил в нем старик, носивший панталоны до колен, кафтан с крупными металлическими пуговицами и парик. Самый настоящий парик. Это сразу видно было. К нему каждое утро являлся старый слуга, который прибирал в доме и ходил за покупками. Остальное время старик, хозяин, носивший короткие панталоны, проводил в старом доме один одинешенек. Бывало, что он подходил к своему окну и глядел на улицу. Тогда мальчик кивал ему и старик отвечал тем же. Так они познакомились и даже подружились, хотя ни разу друг с другом не разговаривали. Да что за беда! Мальчик слышал, как его родители говорили, старику живется в общем неплохо, но он страшно одинок, бедняга. В ближайшее воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и когда слуга, исполнявший поручение старика, проходил мимо. Мальчик остановил его и сказал, послушай, снеси это от меня старичку напротив. У меня пара таких оловянных солдатиков, пусть он возьмет себе одного, он ведь страшно одинок. Слуга, видно, довольный, закивал головой и понес оловянного солдатика в старый дом. Потом оттуда пришло приглашение мальчику побывать у старика. Родители позволили и мальчик отправился в гости в старый дом. Медные шишки так и сияли на перилах крыльца, будто их только что начистили к приходу гостя, а трубачи, ведь над дверями были вырезаны и трубачи, выходившие из тюльпанов, трубили изо всех сил, надувая щеки пуще обычного, они трубили. Тра-та-та-та-та, мальчик пришел, тра-та-та-та-та. И двери отворились, вся передняя была увешана старинными портретами рыцарей в доспехах и дам в шелковых платьях. Доспехи бряцали, шелковые платья шелестели. Внутренняя лестница вела сначала наверх, потом вниз, и мальчик попал на просторный балкон. Правда, очень ветхий, весь в длинных щелях, трещинах и дырах, зато и весь в зелени. Трава и листья пробивались изо всех этих дыр и щелей. Балкон выходил во двор, и самая стена была тоже сплошь увита зеленью, настоящий сад, а на самом деле это был только балкон. На нем стояли старинные цветочные горшки в виде масок со сливными ушами, цветы в них росли, как хотели. В одном горшке пышно разрослась гвоздика, зеленые побеги лезли через край, как будто говоря, воздух нас ласкал, солнышко целовало и обещало цветочек к воскресенью, цветочек к воскресенью. С балкона мальчика провели в комнату с обоями из свиной кожи, тисненной золотыми цветами. Позолото сотрется, свиная кожа остается, говорили стены. В комнате стояли кресла с резными спинками и подлокотниками. Присядь, присядь, приглашали они, а потом кряхтели. Ох, как ломит, верно, тоже схватили ревматизм, как у старого шкафа. Ревматизм в пояснице, ох. Наконец мальчик попал в комнату с выступом на улицу, там сидел старичок, хозяин. — Спасибо за оловянного солдатика, дружок, — сказал он, — и спасибо, что сам пришел навестить меня. Так-так, или скорее кхак-хак, — закряхтела вся мебель, которой было здесь так тесно, что одна вещь просто лезла на другую, чтобы поглядеть на мальчика. Посередине стены висела картина, портрет дамы с прекрасным молодым и веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде, с напудренными волосами и в платье, стоявшим колоколом. Она не говорила ни так, ни кхак, только ласково смотрела на мальчика, и он сразу спросил старичка, где ты ее достал? — Там, у старьевщика, — сказал старичок-хозяин. — У него висит много портретов, никто их не узнает, никому они не нужны, потому что сами люди эти давно умерли и схоронены. Но я ее знавал в старину, а на свете ее нет уже лет пятьдесят. Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов, верно, тоже исполнилось полвека, такими они казались старыми. Маятник больших часов раскачивался, стрелки двигались, и все в комнате старело, с каждой секундой, само того не замечая. — Дома у нас говорят, что ты страшно одинок, — сказал старичку хозяину мальчик. — Ну, меня навещают старые воспоминания и приводят с собой. — Кого могут? — сказал старичок. А сегодня вот и ты пришел ко мне в гости. Нет, мне живется хорошо. И он достал с полки книгу с картинками. Тут были изображены целые процессии с диковинными каретами, каких теперь не увидишь. Солдаты вроде трефовых валетов, ремесленники с развивающимися цеховыми знаменами. У портных на знамени были ножницы, поддерживаемые двумя львами. У башмачников же были не башмаки, но орел с парой голов, потому что башмачники шьют всегда парную обувь. Да, вот такая книга была. Старичок-хозяин пошел в другую комнату за угощением, вареньем, яблоками и орехами. Право, в старом доме жилось очень хорошо. — А я здесь не выдержу, — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Здесь так пусто и так скучно. Нет, кто привык к семье, тому здесь не житье. Я не выдержу. Дни здесь такие длинные, а вечера и еще длиннее. Тут совсем не то, что у вас дома. Ни за душевных разговоров, какие вели бывало твой отец с матерью, ни веселой возни, какую затевали все вы, милые малыши. Старый хозяин так одинок, ты думаешь, его кто-нибудь целует, глядит на него, кто-нибудь ласково. Бывает у него елка, например, и не будет ничего, кроме похорон. Я тут не выдержу. — Ну, полно тебе, — сказал мальчик, — по-моему, здесь чудесно. Да, к тому же приходят еще сюда старые воспоминания и приводят с собой кого могут. — Я их не вижу, я их не знаю, — ответил оловянный солдатик. — Я здесь не выдержу. Придется, — сказал мальчик. Старичок-хозяин вернулся с самым приветливым видом и принес чудеснейшие угощения — варенье, яблоки, орехи, и мальчик позабыл про солдатика. Довольный и веселый пошел мальчик домой. Проходили дни и недели в старый дом, посылались поклоны, оттуда приходили ответные поклоны. И вот мальчик снова пошел к старичку в гости. И резные трубачи опять трубили. Тра-та-та-та-та. Мальчик пришел. Тра-та-та-та-та. Рыцари на портретах бряцали мечами и доспехами, и дамы шелестели шелковыми платьями. Свиная кожа разговаривала, и старые кресла кряхтели от травматизма в пояснице. Все точь-в-точь, как в прошлый раз, потому что в старом доме дни и часы повторялись. Одни проходили, как другой. Я не выдержу больше, сказал оловянный солдатик. Я уже плакал оловом. Здесь чересчур тоскливо. Отправьте меня лучше на войну. Пусть мне отрубят руки и ноги. Все-таки перемена. Здесь я не выдержу. Теперь я знаю, как эти старые воспоминания приходят и приводят с собой, кого могут. И ко мне приходили мои. Но скажу я, им не обрадуешься. Во всяком случае, ненадолго обрадуешься. Под конец я готов был спрыгнуть с сундучка. Я видел перед собою вас всех, как живых. Видел то самое воскресное утро. Ты помнишь, когда все вы, дети, стояли у стола и пели свой утренний псалом. И мать с отцом стояли рядом. Такие же серьезные. И вдруг дверь отворилась. Вошла самая младшая сестренка Мария, которой еще нет двух лет. Та самая, что танцует под всякую музыку, под всякое пение. Незваная явилась. И давай танцевать. Да никак в такт не попадет. Пение-то было такое протяжное. А она то шейку вытянет, то одну ножку подымет, то другую. Нет, все не ладится. А вы все стоите такие серьезные. Хоть и трудно это было. Я вот не удержался, рассмеялся про себя. Зато я слетел со стола и набил себе шишку. Вот она все еще не прошла. И под делом ней не смейся ни к месту. Теперь мне все это и припоминается. Все пережитое. Вот и ко мне теперь приходят старые воспоминания и приводят с собой кого могут. Скажи, вы все еще поете по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию. И как поживает мой товарищ, другой оловянный солдатик, счастливец. А я тут не выдержу. Ты подарен, сказал мальчик, и должен оставаться тут. Ну разве ты этого не понимаешь? Вошел старичок со шкатулкой, доверху набитый разными занятными вещами. Коробочками, флакончиками, старинными игральными картами, большущими, с позолотой, каких теперь не увидишь. Потом он выдвинул для гостя большие ящики старинного бюро, открыл клавикорды. На внутренней стороне крышки был нарисован какой-то вид, а звуки инструмента сдавал такие тихие и дребезжащие. Старичок-хозяин сыграл на нем старинную песенку, сам себе подпевая. Это она певала, сказал он, кивнул головой на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его засветились. Я хочу на войну, сказал оловянный солдатик, насколько у него хватило голоса, и бросился с сундучка вниз. Но куда же он девался? Старичок-хозяин искал, мальчик искал, нет нигде, да и только. Я потом найду, сказал старичок, но так и не нашел. Пол-то был весь в щелях, солдатик провалился в одну из них и лежал там. К вечеру мальчик вернулся домой, прошла неделя, за ней еще много недель, окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на стекло, чтобы оттаял глазок, и можно было взглянуть на старый дом. Снегом запорошило все его резные завитушки и надписи, совсем занесло крыльцо. Дом стоял как нежилой, да в нем и не жил больше никто. Старичок-хозяин умер. Вечером к дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка хоронить куда-то за город. Провожатых не было, все его друзья давно умерли. Мальчик послал гробу воздушный поцелуй. Через несколько дней состоялся в старом доме аукцион, и мальчику видно было из окна, как выносили старинных рыцарей и старинных дам, цветочные горшки со слинными ушами, старые кресла и старые шкафы. Все это разошлось кто куда. Портрет дамы, купленный у старьевщика, вернулся к старьевщику, да так у него и остался, больше ведь не осталось никого, кто знал бы эту даму, и никому не нужен был старый портрет. Весной стали ломать самый дом, этот хлам, как говорили люди, с улицы можно было заглянуть внутрь, в комнату с обоями из свиной кожи. Их ободрали, лишь кое-где висели клочья. Зелень, обвивавшая балкон, еще цеплялась за упавшие балки, потом все место расчистили. Наконец-то, сказали соседние дома, и вот на том месте построили новый дом с большими окнами, и белыми гладкими стенами, а перед ним, там где стоял старый дом, разбили садик, откуда потянулись к стенам соседних домов лозы дикого винограда. Садик обнесли железной решеткой с железной калиткой, очень вышло нарядно, люди останавливались и заглядывались. Воробьи с тайками садились на виноградные лозы и чирикали наперебой только не про старый дом, они и помнить его не могли. Прошло ведь столько лет, что мальчик стал взрослым мужчиной, да еще таким дельным на радость своим родителям. Он только что женился и со своей молодой женой переехал в этот самый дом с садиком. И вот он стоял в саду и глядел, как его жена сажала в клумбу приглянувшийся ей полевой цветок. Посадив цветок, она хотела примять землю пальчиками и сразу вскрикнула «Ой, что это?». Она укололась, из мягкой земли торчало что-то острое. Оказалось, да, представьте, оказалось, что это оловянный солдатик, тот самый, который пропал у старичка, завалялся в мусоре и много лет пролежал в земле. Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, потом своим тонким носовым платком, как чудесно от него пахло, и солдатик словно очнулся от долгого обморока. «Дай-ка мне взглянуть», — сказал молодой муж, засмеялся и покачал головой. «Ну, конечно, вряд ли это тот самый, но он напомнил мне оловянного солдатика, который был у меня в детстве». И он рассказал жене про старый дом, про старичка-хозяина и про то, как послал ему своего оловянного солдатика, потому что старик был страшно одинокий. Он рассказал все в точности, как было на самом деле. И у молодой женщины даже слезы навернулись. Так ей жаль стало и старый дом, и старичка. «А все-таки это может быть тот самый оловянный солдатик», — сказала она. «Я спрячу его на память, и ты должен показать мне могилу старичка». «Да я не знаю, где она», — сказал он. «И никто не знает. Все его друзья умерли еще раньше. Никто не заботился о могиле. Я же был тогда совсем еще маленьким мальчиком». «Как страшно быть таким одиноким», — сказала жена. «Да, страшно быть одиноким», — подтвердил оловянный солдатик. «Но как чудесно знать, что тебя не забыли». Чудесно откликнулось что-то рядом, но никто, кроме оловянного солдатика, не расслышал. «Это был лоскуток обоев из свиной кожи. Позолота с него вся сошла, и он похож был на комок мокрой земли. Но собственное мнение он сохранил и высказал его. Позолота сотрется, свиная кожа остается». Однако оловянный солдатик с этим не согласился.